Вас приветствует компания Forsterm и я, Анохин Игорь Николаевич. Сегодня 17 июня 2020 года. Мы начинаем вебинар на тему гидридических разделителей. Материал предоставлен нашим партнерам, компания Kalefi, и на основе их данных, соответственно, мы применительно к нашей действительности сделали этот вебинар. Еще раз хочу напомнить, что этот вебинар, это продолжение целой трилогии вебинаров, состоящих из трех частей, это проблема так называемого динамического теплоносителя. Напомню, в чем состоит эта проблема, в том, что если мы зальем какой бы хороший теплоноситель, мы не залили в самом начале системы неработающей, все равно, как только включается в нашу систему отопления, тут же у нас из теплоносителя начинает выделяться воздух, по системе начинает циркулировать грязь, насосы начинают конфликтовать друг с другом. Все это приводит к очень печальным последствиям. У нас и прогорают котлы, и кавитация в насосах, в насосы устроены, не работают радиаторы, выходят из строя клапаны, очень много проблем возникает. Останавливается система, впрочем, до таких фатальных случаях, когда все выходит из строя. Если же мы, еще раз повторяю, что это происходит только в рабочей системе, в выключенной системе это нет, у этих процессов. И так как это происходит в рабочей системе, поэтому называется динамический теплоноситель. Но и лечить эти проблемы нужно тоже только в процессе рабочей системы, поэтому есть установки по удалению воздуха, по удалению грязи. О них мы говорили в предыдущих двух вебинарах. Если вы отсутствовали, можете в архиве их посмотреть, и два вебинара. И сегодня мы приходим к третьей теме гидравлической увязки насосов. То есть как между собой помирить все насосы, чтобы они выдавали максимальную свою производительность. Ну и самое главное, что когда мы решим все эти проблемы, уберем воздух, грязь и согласуем насосы, у нас в системе все эти затраты, которые мы внесем, то есть поставим для рада, даже сломаться стрелки, эти затраты окупаются очень быстро, потому что у нас уже оборудование начинает служить крайне-крайне долго, у нас не бывает аварийных вызовов, у нас система работает очень эффективно, с максимальной эффективностью, очень стабильно, не беспокоит заказчика, то есть он забывает, что у него есть такая головная боль, как система отопления, потому что все работает долго, надежно, хорошо, эффективно. Итак, переходим теперь, собственно, к нашей теме. Третьей из трилогии динамического теплоносителя это гидравлическая увязка насоса. Идем ее по такому графику. Сначала мы рассмотрим проблему интерференции, потом мы решим эту проблему, потом в общем поговорим о теории гидрострелок и закончим примеровым применением. Интерференция. То есть вообще понятие стрелки, понятие темы гидравлического разделителя появилось тогда, когда появились собственные насосы. Сначала человечество жило без насоса, все работало по естественному розливу, по естественной циркуляции, потом умные люди придумали насос, посмотрели, как хорошо все работает. А давай-ка мы поставим еще насос и еще насос. И вот как только у нас проявилось много насосов, как вы знаете, лучший враг хорошего, и эти насосы вдруг начали друг с другом спорить, бороться, конфликтовать, мешать друг другу. Тогда-то и возникла эта проблема интерференции, так называемых взаимных помех, по-английски слово interfere, это значит мешаться, создавать помехи. Соответственно, вот эта проблема интерференции и привела к появлению гидравлических разделителей. То есть вот с этих фраз всегда начинается любая лекция про гидравлический стрелок. Итак, как она, собственно, протекает, эта интерференция, откуда она проявляется? Ну, представим, что у нас есть некая система отопления. В этой системе отопления у нас есть котел и котловая гребенка, и три насоса пока выключенных. На трех контурах отопления остается три насоса, и они выключены пока. Все пока нормально, динамика, давление статическое, перепада между подачей и обраткой нет, все по нулям, все стоит в режиме таким ожиданиям. Как только мы включаем первый насос в первом контуре, соответственно, насос выдает некий расход в свой контур, в первый контур. Это естественно. Но ему мало продавить свой контур, ему еще нужно продавить контур котла, потому что, как вы знаете, у труб, у котлов, там, у грязевиков, у других устройств, находящихся в котловом контуре, тоже есть герметическое сопротивление. И, соответственно, чтобы продавить это сопротивление котлового контура, насосу необходимо создать давление Дельта-П. Это понятно. Есть сопротивление, сопротивление продавливается только перепадом давления. Так вот, часть своего расхода частевого напора первому насосу нужно потратить именно на создание Дельта-П для преодоления котлового контура. То есть, вот в этих точках появляется перепад. Причем, этот перепад именно как появляется, что у вас в обратке давление выше, чем в подаче. Ну, что, ну, как бы, понятно, из обратки продавливается котловой контур в подаче. То есть, давление в обратке всегда выше, чем в подаче. Ну, вы, наверное, и сами это наблюдали в работе в системе. Еще один момент, то, что вы поняли, вот понятно, что когда насос вынужден создавать вот этот перепад давлений на котловом контуре для продавливания котлового контура, такой же перепад давлений появляется во всем коллекторе, а, соответственно, и появляется на входе контуров один, два и три. То есть, на пока выключенных контурах тоже уже на входе есть перепад давлений. И этот перепад давлений вызывает, так называемую, паразитическую или опрокинутую циркуляцию. Когда у вас из обратки теплоноситель начинает поступать в контур, во второй или в третий и начинает крутиться в обратную сторону отопления. Ну, опять же, как вы знаете, есть лекарство от этого обратным клапаном, то есть, можно поставить в контурах обратный клапан и тогда отсечь эту паразитическую циркуляцию. Но, в любом случае, на входах, на подаче и на обратке второго и третьего контура уже создалось вот этот избыточный перепад давления, который создал первый насос. Хотя, он еще создавал для того, чтобы продавить головой контуру, но автоматически этот перепад достается и второму контуру, и третьему контуру. Что же происходит, когда мы включаем второй насос? Когда мы включаем второй насос, понятно, что этот насос сначала должен вообще начать работать. а чтобы начать работать, он должен сначала преодолеть тот перепад Дельта-П, который создал для него первый насос. Причем, я понял, что он опрокинул в обратную сторону. И то есть этот насос продавливает сначала Дельта-П созданное первым насосом, потом он продавливает Дельта-П создаваемое своим контуром, который он должен прокачать. И потом ему еще надо этому насосу еще прокачать свое количество теплоносителя через котел, потому что ему тоже необходимо тепло, он тоже должен питаться теплом от котла, ему тоже нужно прокачивать через котел. Получается, что у него уже он не может обеспечить свой полноценный расход по своему, скажем так, по своим проектным данным, потому что у него уже не запроектированный перепад давления от первого насоса преодолевает. Более того, у нас вот это сопротивление через котловой контур еще сильно возрастает. Почему оно возрастает? Потому что через котловой контур-то течет уже не только теплоноситель от первого контура, но и теплоноситель от второго контура, который течет. То есть, грубо говоря, удваивается расход через котел. А как вы знаете, что при увеличении расхода через гидравлические системы резко возрастает сопротивление. То есть, уже котловой контур становится сопротивление выше из-за того, что увеличится расходчиво. Поэтому получается, что второй контур уже не выдает нужных характеристик, он даже не выдает нужного расхода. Так и первый насос тоже, он мало того, что у него появляется уже перепад второго насоса, еще и возросшее сопротивление котлового контура. В итоге расход насоса падает. Ну, вы знаете, эту кривую, насосную кривую, что при увеличении сопротивления мощность, расход насоса падает, падает и падает. Таким образом, ни первый, ни второй насос не выдают проектных значений, потому что каждый из них влияет друг на друга, соответственно, как своим перепадам, так еще и возрастающим постоянным перепадам на котловом контуре. Понятно, что когда мы включаем третий насос, ситуация усугубляется. И очень часто бывает в системах, что котел стоит, вскипает, входит в аварию, а все радиаторы у нас холодные, потому что три насоса не способны побороть друг друга как бы в этой стандартной борьбе, скажем так. Ну, опять же, чисто житейский пример, ну, идиотский, конечно, ну, как есть дверь, один человек свободный входит в эту дверь, двое уже надо им потратить силы какие-то, чтобы протиснуться в эту дверь, а три человека могут просто заблокировать эту дверь, пытаясь в нее пролезть. Понятное дело, что они пролезть не могут. Как это выглядит все-таки не абстрактно, а в цифрах? В цифрах это выглядит следующим образом. Если мы возьмем котел, допустим, Лагана 234-й, газовый котел. Сразу хочу оговориться, что эти котлы особые, я их сразу буду называть узкими котлами, сразу буду называть насосными котлами. Почему? Потому что, ну, во-первых, это сейчас самые популярные котлы, узкие котлы, потому что они специально, все их топки, все проходы, все теплообменники сделаны так, чтобы они были узкие, были с очень большой площадью теплообмена, с плотным контактом между теплоносителем и топочной поверхностью, собственно, с поверхностью теплообмена. Поэтому специально вся конструкция сделана зауженная, чтобы максимально обеспечить эффективность теплообмена при потоке теплоносителя. Понятно, что эта максимальная эффективность достигается только при наличии расхода, то есть большое сопротивление топки, для ее нормальной работы требуется циркуляционный насос, поэтому эти насосные котлы, да, они требуют дополнительных затрат в виде насоса, но при этом они высокоэффективны, потому что их КПД достигает там 89, 90, 91%. То есть тут баланс между эффективностью и применением насоса, который тоже требует затрат. Так вот, эти насосы, еще раз повторяю, самая такая, на данный момент самая популярная модель напольных котлов, ну, опять же, в настенные котлы и конденсатные котлы, это по умолчанию узкие котлы, там еще все сильно заужено, это все-таки какой-то средний такой котел, напольный чугунный, напольный стволной котел, высокая эффективность. Так вот, если мы пропускаем через него два куба воды, опять же, маленькое вступление, для котла 40 киловатт, пропускная способность два куба воды, это проектный расход, при этом расходе у КПД котла максимальная, скорость через котел получается 1 метр в секунду идеальная и так далее. То есть идеальный расход, идеальный, скажем так, проектный расход через этот котел, 2 метра кубички в час. Мы его и возьмем. Как котел работает в идеальных условиях? В идеальных условиях его сопротивление при расходе два куба составляет 210 миллиметров водяного столба. Вроде бы немного, но и не мало. То есть это весомая часть. Конечно, котел, насос с этим справляется без проблем, но это уже весомые 200 миллиметров для некоторого оборудования это уже значительно. Для котла пока не значительно. Но, как только мы пытаемся через этот котел пропустить 6 метров кубических, то есть включить три насоса через этот котел, мы уже получаем расход в 6 кубов и сопротивление нашего котла вырастает до, грубо говоря, 2 метров, то есть возрастает почти в 10 раз. И возросшее сопротивление котла в 2 метра, вы понимаете, что, в принципе, 2 метра это напор котла 25-60. Средний между 25-60 и 25-40. То есть однозначно 25-40 насос, стоящий в системе, уже перестанет работать, потому что ему не хватит сил уже на свой контур, он будет пытаться преодолеть только сопротивление котла. Ну и уже будет практически не работать 25-60 и так далее. То есть это уже критическое сопротивление для котла. То есть вот при включении трех насосов вот в этот котел, трех насосов 25-60, допустим, этот насос котел уже не способен пропустить весь расход, предлагаемые трех насосы. Но есть котлы уже немного другой конструкции, напольные, рассчитанные под естественную циркуляцию. Чем они хороши? Чем, что у этих котлов топки просторные, широкие, много воды в этих топках, минимальное сопротивление внутри топки. Понятно, что у этих топок очень низкий КПД. Там КПД и 50, и 60, но некоторые заявляют 70, что не всегда бывает правды. Но в любом случае это крайне низкий КПД этого котла, но в оправдание ему не нужен насос, потому что низкое сопротивление котла вполне позволяет работать в системе по гравитационной системе. Просто включили котел, и уже за счет вот этого разного объемного веса, холодной и горячей воды, уже начинается, естественно, розы внутри котла. То есть тут опять надо выбирать, низкий КПД или наличие котла. Но опять же, вы знаете, что и другие недостатки есть у инкуляции, это диаметр большой труб, это нерегулируемая система и так далее, и так далее. В итоге опять начинается некий баланс. Но что же происходит в нашей ситуации с нашими насосами, если мы все-таки к этому котлу подключим насос? Если мы подключим требуемый для 40-киловаттного котла насос 2 куба, его сопротивление состоит всего 4 миллиметра водяного столба, фактически нисколько. А если мы 6 кубов начнем через него пропускать, его сопротивление составит 36 миллиметров водяного столба. Опять нисколько. То есть, к чему я это все говорю? Что если у вас стоит заведомо котел, рассчитанный под естественную циркуляцию, как правило, проблемы интерференции не возникают. И проблемы решать не надо. То есть, как бы наши разговоры о гидрострелке можно как бы дальше не продолжать. Но сейчас в основном все-таки на рынке представлены насосные котлы с большим сопротивлением. И именно в их применении в первую очередь требуется установка гидрористических разделителей. Еще раз говорю, что это не только чугунные насосные котлы, но и все настенные котлы, но и конденсатные котлы. Также теплообментируют. Чем плохая интерференция, которая возникает все-таки с этими узкими насосными котлами? Тем, что, во-первых, самое главное минус это то, что насос не обеспечивает нужный расход, вплоть до их полной остановки стиркуляции в контуре падения расхода насосов. Частые поломки насосов, потому что насос всегда работает в какой-то крайней своей точке, это связано с ее перегревом. Ну и если вы забыли поставить обратный клапан их в контуре, то, соответственно, у вас появляется вот эта паралитетическая опрокинутая циркуляция. Вы думаете, что вы отключили радиатор или вы отключили какой-то там контур, он продолжает греть, потому что как бы из обратки идет продавливание в обратную сторону. То есть начинается все, кверх ногами греться. Считается, что вот это дельта-П, то есть сопротивление котлового контура, именно словами, или перепад давления на подачу и обратки котлового контура. Допустим, не является критическим, если он составляет 400-500 миллиметров водяного столба. Это еще как бы допустимо. Это, грубо говоря, некие проценты от мощности насоса. Но если больше этих значений, это уже становится весомым частью производительности насоса, и уже надо что-то думать о установке стрелки, чтобы восстановить работу в контуре. Потому что котлура начинает реально плохо работать. Что же это, соответственно, как? Уже как бы из всего этого разговора вы поняли, что основная проблема в работе насоса в системе является котловой контур. Котловой контур с узкими котлами. Это вот главная проблема, возникающая в системе. Эту проблему надо как-то решить. Как ее решить? Нужно поставить некое устройство между котлом и котловым коллектором, которое бы не имело сопротивления для заданного количества воды, которую выдают вот эти три насоса. То есть надо подобрать такое устройство, которое при наших трех расходах этих трех насосов обеспечило бы минимальное сопротивление этого устройства. Некий шум между подачей и обраткой, который бы убрал это сопротивление котлового контура. Как только мы поставим этот шум, как только вот в этом контуре работы насосов у нас насосы перестанут испытывать сопротивление, тут же их рабочие характеристики выравниваются, они перестают влиять друг на друга и начинают работать свою полную мощь. Так как у них, мы исключаем из их цепи, вот этот вот проблемный контур котловой. Что это за устройство? У этого устройства есть три названия. В принципе, эти названия полезны тем, что у них по их, скажем так, по этим названиям можно определить полезные функции гидридического разделителя. И опять же для того, что в процессе разговоров, в других моментах вы всегда, часто встречаете эти все названия, чтобы вы ассоциировали все-таки с одним и тем устройством, что это все одно и то же. Самое, скажем так, технически правильное название, это американцы, так называют, практически все европейцы, так называют, россияне, но только такие, скажем так, чтобы не обидеть, пожилые россияне, пожилые инженеры. Это что-то немного устаревшее название. Это коллектор понижения давления. То есть давление связано с понятием убрать дельта П. То есть убить это дельта П на коллекторе, на подаче, обратке коллектор. Соответственно, в американском варианте это звучит как low pressure head, то есть коллектор понижения давления или коллектор пониженных давлений. В чешском, допустим, варианте целая аббревиатура, я их сейчас, как бы, не силен в чешском, но в их литературе встречается эта аббревиатура HVDT, которая в переводе означает героргический компенсатор динамических давлений, но опять то же самое, компенсатор дельта П. В русском варианте это звучит как анулоид. Ну, то есть слово аннуляция, обнуляция, то есть русское устройство, оно обнуляет перепад давлений. Правда, опять же, такое замечание, что все-таки аннулоид это немного более широкое значение, чем то, что мы сейчас рассматриваем героргический разделитель, оно немного, так скажем так, оно обнуляет еще и статическое давление, но неважно, в любом случае героргический разделитель это один из разновидностей аннулоидов. И, в принципе, вы наверняка встречались, потому что и Термона использует аннулоид, и Кламога Исхаут использует аннулоид, это название, и в интернете очень много аннулоид, используется. То есть это такое, хоть немного устаревшее, но абсолютно актуальное, правильное название этого устройства. Итальянцы называют это устройство гидравлический разделитель или гидравлический сепаратор, что, в принципе, полное синонимное, сепаратору гидравликов. Почему они так называют? Потому что для них очень важный этот параметр, что мы делаем независимыми контура, в которых стоят насосы. То есть у нас каждый контур, который есть, контур радиаторов, он становится абсолютно независимым по гидравлике. Он никак, этот контур, не будет влиять на соседний контур, допустим, теплых полов. Вместе контура никак не влияет на работу котлового контура, у которого свой есть насос. То есть их можно отдельно проектировать, отдельно монтировать, отдельно обслуживать. Абсолютно становится независимым контура, что очень удобно вот именно при моделировании, проектировании, обслуживании и так далее. Начинаю уже повторяться, продолжаю. Именно вот этот элемент разделения важен для итальянцев. Англичане все-таки более приземленные люди, они более прямые, скажем так. Они называют то, что мы называем гидравлическим стрелкой. Они это устройство называют Hydraulic Junction, то есть гидравлический перекресток. Понятно, в русском варианте стрелка, это все-таки разветвление дорог, разные дороги. Так вот, гидравлическая стрелка, гидравлический перекресток, ну, другими словами, как каждому насосу своя дорога. Вот как-то в этом смысле, что, опять же, насос работает каждый по своей схеме и никак не сталкивается с соседними насосами. Понятно. Переходим теперь к расчету, как правильно подбирать этот гидравлический сепаратор. Сразу говорю, что при появлении гидравлического сепаратора у нас появляется сразу котловой насос. Или, если в случаях с настенными котлами, с конституционными котлами, как правило, уже насос строил котел. И когда у нас в котле встроен насос, как бы тут же появляется понятие гидравлического разделителя. То есть эти вещи очень-очень тесно связаны, очень важны и важно подбирать, как правильно котловой насос, так и гидрострелку. Поэтому в процессе разговора я даже буду часто путать эти понятия котловой насоса и гидравлического разделителя. Поэтому это неразлучная парочка. Все-таки всегда надо одно держать в голове с другим. То есть это всегда одно целое. Сейчас одна проблема. Вот эта схема как бы главная при рассказе про гидравлический разделитель. И на ней мы остановимся сейчас поподробнее. Но опять же, вы наверняка видели эти картинки во всем интернете. И это все-таки приходит из Калефи. Калефи были одними из, ну конечно, не основоположников к стрелке ни в коем случае, но о теоретике гидрострелки, именно они первые рассказали, как это все работает. И поэтому эти картинки, именно картинки Калефи, вы чаще всего видите в каких-то там изданиях, интернет-изданиях. Итак, как работает стрелка? Еще раз повторяю, что стрелка это некий шум между контуром первичным или котловым контуром и вторичным контуром, контуром потребителей. Здесь нарисован один насос, этот насос символизирует расход через котловой контур. Тут может быть один насос, два насоса, каскад котлов, каскад насосов, все равно. То есть тут это просто насос символизирует расход котлового контура. Та же самая ситуация с вторичным контуром, когда этот расход может быть из нескольких насосов в поле. Соответственно, когда у нас есть эти насосы, котловой расход и потребительский расход, то нам нужно эти два насоса как-то согласовывать. Чтобы их согласовать, чтобы они работали оба корректно, и тата, и контур один, и контур второй, нам нужно правильно установить, правильно подобрать вот этот шум, вот эту преимуточку, которую мы называем гидрическим разделителем. Как его правильно рассчитать, какие его параметры? Ну, от этого очень достаточно просто, логически подойти, если мы просто проанализировать работу, что происходит внутри этого шума, внутри этого гидрическороделителя. Итак, представьте систему, то есть в каких ситуациях можете встретить, какие варианты работы есть в треугольнике. Первый вариант немного такой, скажем так, идеальный, теоретически, когда у нас котловой контур, расход колового контура равен расходу потребителя. То есть у нас сколько в коллектор вошло подачи, столько подачи вышло. Сколько, извиняюсь, сколько обратки вошло, столько обратки вышло. То есть, так как наша гидрогическая стрелка, это все-таки вот эта часть, вот эта перемычка, вот эта часть между подачей и обраткой, байпас вот эта, и является стрелкой. И мы видим, что через эту стрелку ничего не течет. То есть, наша стрелка равна нулю. То есть, ее можно убрать, ее нету, она ничего не значит, она ни на что не влияет. То есть, это нулевой вариант. Второй вариант это тогда, когда у нас котловые насосы более мощные, чем насосы потребителей. В этой ситуации у нас начинает уже некое перетекание проходить из более мощного котлового насоса к себе же в обратку. И, соответственно, появляется некий расход через гидрический разделитель. Этот некий расход, что нам обеспечит? То направление говорит о том, что у нас подача остается одинаковой. То есть, какая температура подачи вошла, стрелка такая же и вышла. А вот обратка как-то меняется. Ну, происходит некий подогрев обратки у котла. Короче, как-то меняется, как мы это будем сейчас высчитывать. То есть, мы эти примеры будем разбирать. И вторая, третья схема, это когда у нас более мощные насосы потребителей. Соответственно, в этой ситуации у нас тоже происходит перетекание через стрелку в обратном направлении. Опять же, это абсолютно не важно, в каком направлении что течет в стрелке. Главное, что у нас температура обратки одинаковая, а температура подачи как-то меняется. Ну, мы видим, что идет охлаждение контуропотребителей. Общий киев разно нужно об этом сказать, что непонятно почему, но некоторые проектировщики задают мне один и тот же вопрос. Как же так? В наших неких рекомендациях от неких производителей гидрострелок написано, что мы всегда должны обеспечивать расход через котел равный или больше расходу теплоносителя у потребителей. То есть, всегда мы должны применять схему номер два. Звучит немного непонятно. Да, эта схема имеет право на жизнь. Когда у вас стоит какой-то каскад котлов, когда у котлов стоит несколько насосов, и эти насосы вполне могут обеспечить превышающий расход, а со стороны потребителя у вас какой-то, ну, допустим, просто тупо системы радиаторов. С одним насосом. Да, и в этой ситуации, как правило, котловые насосы более мощные, чем этот один насос с радиатором. Вот, и эта схема имеет право на жизнь, она работает. Но, если мы говорим, что в любом случае это надо обеспечивать, то есть, как бы, эти, скажем так, рекомендации направлены вообще на то, чтобы, из-за чего возникла проблема интерференции, как бы, слишком большие расходы через котел, тут, как бы, оказывается, надо всегда обеспечить большой насос. Расход через котел и никак с ним не бороться. То есть, получается, что мы переворачиваем кверх ногами теорию вообще всей гидрофилы. Поэтому мы, конечно, будем рассматривать эти схемы, но все-таки это далеко не самая популярная схема. Чаще всего мы стрелкаем все как раз-таки с третьей схемой. Когда у нас стоит спокойный, там, один-два котла со стороны, ну, в котельной, но зато со стороны потребителей у нас полноценная, нормально разределенная система. У нас стоят и теплые полы, и радиаторы, и бассейны, и болера, и так далее, и так далее. И мы часто разбиваем по этажам нашу систему. То есть, как правило, проблема возникает тогда, когда мы в систему потребителей достаточно много распихиваем насосов. И вот эту проблему мы чаще всего пытаемся решать, скажем так, проблему именно потребительских насосов. Поэтому мы остановимся сегодня наиболее подробно именно на третьей схеме. Будем разбирать, какие нюансы именно в третьей схеме происходят. Но при этом, еще раз повторяю, что вторая схема тоже часто встречается и имеет. Еще раз хочу сказать, что вот эти все три схемы, они прекрасно работают с одним директором, в одной схеме. То есть, это постоянно меняющиеся режимы внутри одной системы. И поэтому не надо думать, что это каждый раз это разная система. Каждый раз это может быть одно и то же, внутри этой системы происходят одни и те же моменты. Вот этот момент сейчас как раз там и поможет понять, как же правильно подобрать стрелку. Представим такой простейший пример, что у нас стоит котельная, в этой котельной стоит насос 3 куба с производительностью. А у в системе отопления у нас, у потребителей общий суммарный расход насоса опустим 5 кубов. То есть, у котла 3 куба, у потребителей 5 кубов. Если мы посмотрим на эту ситуацию в лоб, то есть, в идеальной ситуации максимальные теплопотери, все работает, все включено на полную мощность, получается, что у нас эта схема номер 3, и у нас получается, что через вот эту стрелку, через вот этот вот байпас, протекает 2 куба воды. Правильно? То есть, 3 куба поступает от котла, 5 уходит в систему, естественно, где-то надо в системе добрать не застающие эти 2 куба, чтобы нормально работать, и эти 2 куба протекают через стрелку. То есть, получается, что якобы в этой схеме, скажем так, максимальный, нам нужна стрелка с характеристикой и спускной способностью 2 куба. Еще раз повторю, что эти 2 кубы должны пройти с нулевым сопротивлением, чем в эту стрелку. Она так должна быть стрелка подорожена, чтобы этот расход был, создавал нулевое сопротивление в этой стрелке, или практически нулевое. Но на самом деле эта вот схема 3,5, она может работать во всех этих трех схемах. Вполне возможно, что у вас вот, допустим, ушел максимальный режим, ушли какие-то максимальные теплопотери, и у вас со стороны потребителей отключился, допустим, булер, или сработал трехходовой клапан, или что-то еще получилось, и у вас эти насосы начинают работать, доходить до стрелки только 3 куба. Реально? Более чем реально. И получается, что наша стрелка тут же начинает работать в режиме нулевого. То есть, 3 куба вошло от котлов, 3 куба вышло из котлов. Идем дальше. Допустим, у системы нулевое потребление. Потеплело, люди уехали, бойлером не пользуются, бассейн отключили, система, грубо говоря, потухла. В этой ситуации у нас котловые насосы, все, что работает через стрелку, во втором случае, это только вот перекрытые полностью потребители, и все наши насосы котловые работают через стрелку. То есть, получаешь, что наша стрелка должна быть трехкубовой в этой ситуации. И, наконец, третий вариант, когда наоборот, у нас стоит каскад из котлов, по каким-то режимам эти котлы отключились, или вы сами их перекрыли, наши потребительские насосы продолжают работать, и получается, что в случае третьем, если мы полностью перекроем выходы от котлового контура, наша стрелка должна обеспечить расход через себя пять кубов, то есть полностью расход всех потребителей. Итого, у нас получились режимы работы в идеальном режиме два куба, в нулевом режиме ноль, при отключенной системе потребителей три, при отключенных котлах пять. То есть, вот в одной и той же системе одна и та же стрелка должна работать в этих четырех режимах, крайних режимах. Ноль, два, три, пять. Естественно, по логике мы выбираем стрелку с расходом пять. И вот это как раз таки стрелка. Расход пять является подбором стрелки для данной системы. Что написано внизу? Что как бы система подбирается с максимальным расходом из, ну, выбирается максимальный расход из двух и максимальный из этих расходов является характеристикой для подбора нашей гидрострелки. Сразу же могут быть моменты, что а вот так, а если это не так, а если это не выключается, а если не прикрывается. Я вам рассказал, в принципе, проговорил то, как это может работать. Вы можете, скажем так, выдумывать себе любые частные случаи, но идеальный случай, у которых нет частности, у которого подойдет в любых случаях, в любых решениях абсолютно общая, скажем так, ситуация, когда вы подбираете именно стрелку вот по этому правилу, по правилам максимального расхода, тогда у вас не будет частных случаев, тогда у вас всегда все будет работать хорошо. Если вы все-таки наставите на каких-то своих частных случаях, ради бога, это ваше право. Дальше, еще раз, и тут вот я хотел бы проговорить еще один момент, который только очень, тоже очень важный для меня, что вот сейчас, когда мы вроде рассказывали, надеюсь, доступно все было рассказано, о чем идет речь, мы ни разу не оговорились со словом киловатт. Мы все время говорили, что стрелка это генетический прибор, стрелка служит для оптимизации работы насосов, для их исключения влияния и так далее, и так далее. У нас только слово насосы и расходы присутствовало, но достаточно многие производители в своих каталогах пишут понятие киловатт. Для меня это оскорбление, потому что на самом деле это прямое неуважение к потребителям указания киловаттности. Что-то о киловаттности можем говорить, мы только в случае два, если мы используемся, то есть некая связь между расходом насоса, расходом стрелки и котловой мощностью, но опять же не прямая связь, а здесь идет связь между правильно подобранным котловым насосом и стрелкой. То есть вот тут опять же идет разговор о подобранном котловом насосе, вы можете поставить котел, неправильно подобрать котловой насос, и тогда вот эти все киловатты указаны, не поймем ни у кого, непонятно зачем, они вообще перестают работать. То есть опять же есть связь между котловым насосом и стрелкой, но ни в коем случае ни киловатт котел. Стрелка у нас это не нагревательный прибор, там нет тенов, там нет горелок. Его единственное назначение это уладить работу насосом. Никакой киловатт нет. Но это точно такая же глупость, как допустим, вы приходите в какой-то магазин и говорите мне там, отсыпьте у меня шаровых кранов на 10 киловатт. Ну, над вами грубо говоря посмеются. и размеров стрелки нет. Как выглядит стрелка? Ну, мы сегодня будем рассматривать случаи с, скажем так, самым популярным или, скажем, может быть, самым правильным конфигурациям стрелки. Это тогда, когда она получается не только эффективная эта стрелка, но и многоуфицированная. То есть вот такая компоновка стрелки, вертикальное расположение этой стрелки, говорит нам о том, что мы можем к этому собственно стрелке, вот внутренняя часть, это стрелка, это вот мы обязаны обеспечить расход через стрелку 0,15 метров в секунду. Это вот как раз считается, что это максимальная скорость, при которой сопротивление стрелки еще минимальное, практически равное нулю. Поэтому наша задача обеспечить скорость протока через вот этот корпус стрелки, большую бочку стрелки 0,15 0,15. Но мы видим, что когда мы делаем патрубки сверху, то у нас тут же появляется дейратор, который мы с вами рассматривали в предыдущих вебинарах. То есть, дейратор спокойно, прекрасно, там тот же принцип, там тот же принцип остановки скорости воды, который есть в гидрострелке, и нам очень удобно использовать верхнюю часть вот этого дейратора в качестве, этой гидрострелки в качестве дейратора. Поэтому мы ставим сюда воздухотворчик, и вот эти патрубки мы подбираем именно по требованию к дейратору. То есть, вот эта часть, вот это все дейратор. Поэтому вот эти патрубки мы подбираем из расчета, что через них скорость должна быть 1,2 метра в секунду при нашем расходе, который мы выбираем. Это как раз требования относящиеся к дейратору. Идеальная работа дейратора при прохождении скорой теплоносителя со скоростью 1,2 метра в секунду через зелопатку. Те же самые требования к нижней части, потому что опять же этот элемент, который очень напоминает нам дешламатор, грязью ловитель, точно так же вот эта вся нижняя часть это функцию дешламатора выполняет и те же самые требования максимально эффективность дешламатора при условии если через патрубки протекает теплоноситель со скоростью 1,2 метра в секунду. Вот в принципе и вся конструкция, все данные для расчета нашей стрелки. 0,15 скорость через тело и 1,2 скорость через патрубки. При заданном расходе мы набираем стрелку, допустим, 9 кубов, соответственно, вот мы рассчитываем какие диаметры нужны, чтобы обеспечить такую скорость 9 кубов через эту стрелку. Причем для этого расчета есть интернет этим завален. В просторах интернета вы найдете достаточно много таких схем. Самая популярная схема это так называемое правило 3-х диаметров. Опять же, я здесь ни в коем случае ни на какой. Это не я рисковал, это взято тупо из интернета, еще раз повторяю. Наверное, есть какой-то хозяин этого рисунка, но здесь я в принципе только принципы этот принцип явно не хозяин рисунка придумал, поэтому я его рестрирую. Итак, есть связь между диаметром нашего стрелки и расходом и скоростью через эту стрелку. То есть, вот эта формула опять же во всех справочках в учебниках в интернете она спокойно ищется. Все, что сделал я, это взял и скажем так, привел это в самый удобоваримый вид вот этой формулы. То есть, сразу пересчитал диаметр труб в миллиметры, а кубатуру в метр кублических, а расходы в метр кублических участков. У нас получилось, что для работы вот эта стрелка, вот это тело стрелки 3D, видите, на этом рисунке это обозначено вот этот диаметр самой тела стрелки это 3D. Вот эти 3D это 55 на корень из расхода. По трубке это просто D, вычисляется диаметр банка, вычисляется по формуле D, это 18 умножить на корень из расхода. То есть, если мы опять же возвращаемся к нашей стрелке 9-ти кубовой, нам нужно подобрать на 9 кубов, у нас получается, что корень из 9 это 3, 3 умножаем на 55, получаем, у нас вот это тело стрелки должно быть 165-го диаметра. Если мы хотим узнать, какие нужно патрубки вварить, соответственно, мы вварим патрубки корень из 9 3, 3 умножим на 18, 54, то есть, 50-е патрубки мы ввариваем в эту 165-ю трубу и получаем нашу стрелку. При этом обязательно учитываем вот эти вот диаметры, вот эти 3D, вот эти, ну, то есть, вот эти все также обязательно надо учитывать, скажем так, разнос этих стрелок, потому что, как вы понимали, это частный случай, это частный случай и его надо строго соблюдать, чтобы это все работало. Ни в коем случае нельзя разносить в этом случае больше делать патрубки дальше друг от друга, ну, ниже вы можете, ближе можете патрубки сделать, дальше их нельзя разносить, чтобы не создать это избыточное сопротивление на то стрелок. Вот, и поэтому, если вы все-таки не глубокий инженер и не хотите лезть в адрес все глубокие расчеты, поэтому, как бы, совет, пользуйтесь вот этой абсолютно хорошей работающей схемой постройки ДРА, до гидриджического разделения. Единственное, еще слово ДРА как раз-таки было в теме, если вы делаете все-таки стрелку вот такого, прямые проходы делаете вот такого плана, то, соответственно, вам нужно обязательно внутрь варить решетку, чтобы она взбалтывала вам воду и лучше удалялся воздух, как бы увеличивала эффективность этого дегратора сетка. Это обычно все производители, если это на заводе делаются в золотых условиях, такая схема применяется, чтобы, соответственно, им несложно внутрь варивать вот эту сетку. Если же, которая никакого отношения не имеет к фильтру, она не может забиться, она сделана в нержавейке, она не может съесться, то есть, эта сетка именно только для того, чтобы взбалтываться воду. И она там всегда. Если вы все-таки не хотите, вам сложно, вы варите сами и вам как-то неудобно туда варивать этот кусок гофрированной стали, то нержавейки, то, соответственно, вы можете сделать вот такую конструкцию, как во втором случае, сбивается поток подачи, то есть, входит сюда теплоноситель, он не сразу уходит, а здесь у него появляется некая турбулентность, и он уже в другое отверстие уходит. То есть, вот это сбитие потока за счет смещения патрубков и обеспечивает улучшенную деерацию и улучшенную дешломацию. Еще, хотите, вот такая конструкция, хотите такая, и та, и другая имеют право на жизнь. Если вы все-таки продвинутый инженер, то я вам объясню, почему нельзя отступать от этого частного случая, что вот, допустим, у вас есть два стрелки, одна стрелка выпускается калифи, вторая стрелка выпускается фланг. Видите, что и та, и другая стрелка имеет патрубки ДН-150, и та, и другая стрелка на 110 кубов, ну, калифи 110, фланга 120, но фактически одно и то же расход. Они, это одинаковые две стрелки по своим характеристикам, но калифи, боже, погналась за компактностью, и вы видите, что они сделали патрубки, расстояние между патрубками всего 560 сантиметров, а диаметр трубы при этом 406, то есть она маленькая труба тела и близко расположенные выходы. Фланга пошла по другому пути, они сказали, нет, нам как бы важно, чтобы при монтаже было удобно, потому что вы понимаете, что здесь у вас идут и коллекторы, тут идут фильтры, насосы и там другое оборудование, и, наверное, часто бывает удобно, чтобы у вас все-таки патрубки были разнесены друг от друга. Они пошли по этому пути, соответственно, они взяли и тот же самый дейратор просто потянули вверх, и как только вы начинаете разносить эти стрелки, понятно, что вы тут же обязаны увеличивать диаметр, поэтому они разнесли патрубки в три раза, 1400 у них почти в три раза стали в междупадковое расстояние, при этом им пришлось увеличить в полтора раза диаметр трубы. Диаметр трубы у них, но это опять же не точное значение, я не нашел точных значений, но чисто по рисункам это в районе 500, 525, или даже 540, такая труба заведомо больше, чем 500. Вот, поэтому еще раз говорю, вот эти вот все домыслы это для продвинутых, если вы все-таки делаете, хотите не ошибиться в этой непростой ситуации, делайте по правилу трех диаметров абсолютно рабочей стены. Опять же, чтобы вы сильно не напрягались и сами это все не хотите варить, естественно, разговор идет о том, что Калифи выпускает свои стрелки, вот этот ассортимент винострела Калифи, есть какие-то интересные вам данные в виде посредственных размеров стрелки, но самое главное еще, с характеристикой винострелки, это расход, через расход, через стрелку, и она, естественно, именно так она и подбирается. Здесь вы тоже можете ошибиться, и еще раз призываю вас все-таки следовать вот этому правилу, правилу подбора стрелки по расходам, потому что, если мы посмотрим сравнение стрелок, опять, ни в коем случае сейчас не будет разговора, что что-то хорошее, что-то плохое, просто вопрос может быть, правильный подбор, неправильный подбор стрелки. Допустим, есть правильный запрос к вам, правильная задача, дайте мне стрелку на 50 кубов, пожалуйста, 50 кубов у Калефи это ДН-100, 50 кубов у Спирокроса это ДН-125, пропускная способность 50 кубов у Мэйбиса это ДН-150, еще раз говорю, внутренности стрелок у них одинаковые, просто по своим соображениям каждый из производителей приварил разные патрубки к одной и той же трубе, с одними и тем, ну, может быть и труба разная, характеристики у этой трубы одинаковые, пропускная способность с минимальным сопротивлением, у этих конструкций одинаковые, поэтому это абсолютно взаимозаменяемые устройства, Калефи ДН-100, Спирокрос ДН-125, Мэйбис ДН-150, они между собой взаимозаменяемые, но, если у вас приходит запрос неправильный, дайте нам 150-й, ну, понятно, что 150-й Калефи это 110 расход, а Мэйбис беспроцентная способность в два раза меньше, 50, поэтому они незаменяемые, если человек ищет замену Мэйбису, то он купит Калефи и получит в два раза больше устройства, зачем же переплачивать, оно дороже в несколько раз, вот, и наоборот, если был запрос у человека на Калефи, и он меняет его на Мэйбис, понятно, что характеристики хуже, не хуже, а другие характеристики у Мэйбиса, и соответственно, он уже не подойдет в эту систему, у вас точно так же, у вас собственно начнут пробуксовывать, начнут плохо работать, поэтому смотрите не на ДН при подборе, а смотрите на кубы, и вы видите, что на самом деле к этому надо подноситься внимательно, на самом деле здесь есть подвох. Какие еще бывают стрелки? Ну и я вам сказал, что мы выбираем самую, скажем так, для нас удобную вот эту вот конфигурацию, когда стрелки мы сразу используем, мы стрелку дейратор-десломатор, такая вот самая удобная конструкция, но бывают стрелки горизонтального расположения, тут уже о дейратор-десломаторе разговора нет, есть такие совмещенные устройства, когда сразу к стрелке приваривается коллектор, он вполне себе хорошее, добротное решение, ну единственное, что вот как раз я с интернета взял фотографию, она из нержавейки, ну наверное для системы отопления нержавейка наверное все-таки перебор, при отсутствии кислорода и кислорода у вас стальная система проживет крайне долго, есть вот такая конструкция у того же Мебиса, всем вам хорошо известная, опять же вы знаете, что да, это громоздкая конструкция, это конструкция такая, потому что в нее тоже пытались совместить дейратор-десломатор, но она такого узкого назначения только для своей, скажем так, ну как это, семейства устройств быстрого монтажа и при этом надо быть осторожным в том случае, что их пропускная способность всего 1-2, 2-3 куба, извиняюсь, 2-3 метра кубических, то есть достаточно низкая пропускная способность, поэтому здесь ее надо подбирать особенно тщательно при всех положительных качествах у нее и сейчас повторю достаточно низкая пропускная способность. А есть вот это устройство, так называемый термический коллектор, сразу скажу, что это то, что я категорически против чего и практика показывает, что все-таки от них пытаются отказываться, ну отказываются уже, все реже-реже вы сможете такое спорное решение встретить, потому что что куда течет, что откуда вытекает и с какими температурами вот в этой ситуации вы не узнаете никогда. Я еще раз повторяю, при нулевом сопротивлении внутри стрелки здесь затоки воды текут туда, куда хотят. И если мы задаем двумя патрусами, мы еще что-то понимаем, как только мы начинаем их множить, скажем так, эти устройства, тут же мы можем получить вот этот насос может работать только по температуре обратно и все. Вот этот тоже не помещу получит. Один насос может украсть вообще весь теплоноситель другого, холодный или горячий, из-за того, что у него как бы тут будет вода одна течет, другая, короче, не работает. Это устройство крайне неправильное, оно не работает. Поэтому еще раз повторяю, что все реже и реже вы их встретите, практика показывает, что это некорректно устроено. Есть генетические разделители, изготавливаемые так называемые по американской схеме на основе теории первичных и вторичных колец, еще их называют, я их называю течетные тройники, кто-то называет близко расположенные тройники, имеет право на жизнь теория, естественно, что ее пользуются активно, но она имеет достаточно много оговорок, ограничений, надо правильно ее использовать, как в любом деле есть тонкости с этой стрелкой, поэтому есть фирма в Москве, которая специализируется на тех страниках, они на нее собаку сели, но вот если вы просто по аналогии начинаете делать, ну, скорее всего, у вас что-то не получится. Какие основные требования? Это то, чтобы вот эти патрубки должны быть как можно ближе к другу расположены, это уже не всегда удобно в монтаже, плюс у вас вот этот контур, вот первичное кольцо так называемое, здесь нарисовано, что это первичное кольцо питается котловым насосом, все-таки в теории это не очень хорошо, в правильной теории у вот этого первичного контура должен быть свой насос, а котел должен быть одним из потребителей, одним из звеньев вот этого потока, этой реки, которая крутится с помощью вот этого насоса первичного контура, но в некоторых случаях допускается использовать котлового насоса в качестве вот этого первичного контура, что здесь представлено, опять же здесь видите градиент, температура непонятно какие будут таких контура, ну и так далее, но еще раз повторяю, при правильном использовании это правило техственников или первичные вторичные контуры, умеете делать, делайте, хорошо работать, кто-то делает это в виде публика, ну такого, тоже оригинальное решение, компактное решение, симпатичное решение, но опять же не надо забывать, что здесь все-таки есть перемычка, между вот этими патруками котлового контура должна быть обязательно перемычка. Итак, разнообразие большое, давайте вот общие слова стрелок заканчивать и переходите уже к расчетам ее, ну то есть как ее подбирать кубатуру понятно, а что же происходит в системе, когда мы туда вставляем стрелку, вот этим мы сейчас займемся. расчет, чтобы начать разговор, надо вспомнить основу теплотехники, скажем так, наверное, самую часто используемую формулу теплотехники это формула мощности, когда-то эта формула мощности была для расчета калорий, когда ее изобрели, сначала люди считали тепло в калориях, и они решали, что одна калория это если энергия или тепло в одну калорию это то тепло, которое требуется, чтобы нагреть 1 грамм воды на 1 грамм сельсия. Долго это было, скажем так, единственный способ расчета мощности, но потом, когда вот уже в прошлом столетии, скажем так, недалеком нашем прошлом, когда стали активно применяться насосы, вот, то насосом уже недостаточно было иметь данные только о весе воды, скажем так, уже было важно учитывать объемный вес воды, то есть, вы знаете, что плотность воды меняется, при разной температуре плотность это разная, и объем, соответственно, воды тоже разный, при разной температуре, и вот этот объемный вес стал учитывать величина, которая стала называться киловаттом, то есть, вот, плавно от калорий стали проходить киловатт. Для простоты расчетов зафиксировано, что 1 киловатт это 860 килокалорий, но еще раз повторяю, что это переменная вещь на самом деле, зависит от температуры, но чтобы еще глубже не лезть в эти все дебри, решили, что так, 860 килокалорий. Итак, соответственно у нас получается опять же приведенная формула киловатт в час, мощность киловатта в час, это переводной коэффициент 1,16 умножить на расход метров кубички в час и на перепад температур в градусах цельсия. Эта формула она, ну чтобы опять же вам проще было нам с вами разговаривать, я тут же перевернул, что расход любого устройства, как правило насоса, расход насоса определяется как, коэффициент 0,86 умножить на киловатт делить на дельта т, на градус цельсия. Ну и дельта т это 0,86 умножить на мощность делить на расход. Еще пару вопросов о константах, про дельта т. Дельта т у нас для котлов принимается, для традиционных котлов, не конституционных, для традиционных котлов, газовых, топливных, дизельных, принимается дельта т 20 градусов, между подачей и обраткой, разница между подачей и обраткой. Почему? Потому что, чтобы не создавать термических сопротивлений у трикотлах и соответственно не перекашивала, не ломала котел, первая причина. Вторая причина, что в некоторых преувеличении вот этого дельта т уже может появляться у нас конденсация, уже может течь котел, конденсат может течь из котла. И может лопаться опять же из-за холодной обратки, может лопаться секса, если это чугунный котел. Поэтому температура между подачей и обраткой в котле должна быть не выше, чем 20 градусов. Пожалуйста 10, пожалуйста 15, но никак не ниже 20. Чтобы опять же проще было сопрягать котельные с радиаторной системой отопления, во всех расчетах тоже принимается дельта т для радиаторов 20, чтобы у них одинаковые были параметры, одинаковые характеристики динамические, термические и динамические характеристики у котельной и у радиаторов. Ну опять же я вот даже пытался специально порыться, поискать в радиаторах, где же даны, скажем так, вот эти отношения к дельта т. Но на самом деле сейчас все упрощают, опять же как бы немного так неуважительно относятся к потребителям и ссылаются только на понятие тепловой поток. А из чего состоит этот поток, как бы умалчивают, просто поток 50, поток 70, но он опять же его расчет теплового потока, он учитывает вот этот вот дельта т 20. То есть немного дальше нужно покопаться, чтобы определить это значение. И следующий дельта т, это дельта т для подполок. Почему оно такое низкое? Для того, чтобы обеспечить равномерность теплового полка. Если у вас дельта т будет больше между подачей и обраткой, то вполне возможно, у вас на теплых полах появляется такая полосатость. И вы начинаете ногой чувствовать, что у вас носкам теплее, а пятки холоднее или наборок. Вот чтобы не было этой полосатости, чтобы ваша нога чувствовала, что полостью абсолютно теплый равномерный пол, для этого дельта т для теплых полов обеспечивается 5 градусов. Что из этого вытекает? Из этих формул очень легко получается, это очень прикладная схема, прикладная формула. И он используется часто, вот как раз она используется для правильного подбора котлового насоса. Допустим, у вас котел 100 киловатт, и вы говорите, как правильно подборать котловой насос. Очень просто. Расход, который должен обеспечить насос, это 0,86 умножаем на мощность котла 100 киловатт и делим на перепад температурниками для котлов 20 градусов. То есть 0,86 умножаем на 100, делим на 20. Получаем, что для 100 киловаттного котла идеальный насос это с расходом 4,3 метра куберских в час. Не ниже, больше ради бога, ниже нельзя. Иначе у вас будут проблемы потом с котлом. Вот допустим, что будет, если вы поставили случайно на 100 киловаттный котел, поставили насос с производительностью 3 куба. Что у вас получилось? Вот смотрим. Дельта-Т нам нужно посчитать. 0,86 у нас коэффициент, 100 котел мощность котла и расход насоса 3 куба. У нас получается 0,86 на 100 делить на 3. На 3 и мы получаем наше дельта-Т в районе 30 градусов. К чему это ведет? К то, что если вы поставите котел на 80 градусов, то у вас обратка уже будет 50 градусов. Не дай бог, котел чуть ниже, 70 градусов, обратка уже будет 40 градусов. Это невинуемо приведет к выходу котла из строя. Вот. И так далее. То есть, вот еще раз говорю, для вас очень важно запомнить вот эту фразу. Это подбор котлового насоса. Ж, грубо говоря, расход это мощность котла делить на дельта-Т 20. Это вот проще всего подобрать котловой насос. Но, опять же, для педантичных можете еще и учитывать этот переводной коэффициент 0,86. Но, также эти формулы очень часто используются и в подборе и в подборе водонагревателей, и в подборе буфетных грамм костей. Даже просто в подборе насосов для системы отопления. Допустим, у вас есть набор радиаторов в доме, общая мощность 20 кВт. И у вас стоит вопрос, а какой же насос прокачает эти ваши радиаторы? Да без проблем. Вот вы берете эту формулу и говорите, что вот у нас 0,86 умножаем на 20 мощность радиаторов, дельта-Т для радиаторов 20. Получается, что насос нужен примерно на 1 куб, ну 0,86. Ну и, естественно, при заданной, при известной вам сопротивлении радиаторности. Вам достаточно расхода насоса 1 куб. Или та же самая ситуация с теплыми полами. У вас есть теплые полы, те же 20 кВт, допустим, и вы думаете, а какой же вам насос поставить для теплых полов, чтобы он прокачал правильно ваши теплые полы? Тоже не проблема. Вы берете ту же самую формулу и говорите, что насос вам нужен, мощность радиатора, мощность теплого пола 20, дельта-Т для теплых полов 5. Соответственно, 4-х кубовый, ну или там 3 с копейками, 3,5-4 куба насос вам нужен, чтобы ваши теплые полы работали корректно. Ну, опять же, знали о сопротивлении ваших теплых полов. Там 2, 2 или 3 метра водяного столба, которые создают ваш контуратор. Вот, зная эту формулу, зная вот эти формулы, это как бы основа теплотехники, но если не считать, что достаточно добавить туда еще формулу КВС и все. Это вот две формулы, главные для теплотехники, можно всегда просчитать всю систему с этих, с помощью этих двух формул. Используя вот эту формулу простейшую, давайте перейдем к расчету стрелки. Как стрелка меняет, скажем так, систему внутри системы, как она себя ведет. Как меняет систему при установке гидравлического отделителя. Итак, есть некая задача, у нас есть 3 котла. Эти 3 котла работают на систему из 4 контуров, в которых есть болера, радиаторы, теплые полы и вентиляция. Наглядно ее вот так представим, чтобы есть каскады на стенах котлов, в каждом из котлов 31,4 киловатта, в каждом котле стоит насос 1,6 куба. Есть потребители, соответственно, вот котли я вам пересисил. В сумме, давайте переходить уже к сумму, в сумме все потребители имеют мощность 8-9,5 киловатт, и все насосы в сумме потребителей создают расходы 12,6 куба. То есть, вот это суммарные данные по потребителям. По котлам, соответственно, по котловому контуру, сумма мощностей всех котлов, это 94,2 киловатта, и мощность всех встроенных насосов, это 4,8 метра кубички в час. Котлы нагнетают систему теплоноскитель 8 градусов Цельсия. Вот, вот они, эти дано. И с этими даною мы сейчас попытаемся рассчитать нашу стрелку. Первое для расчета нашей стрелки, это подобрать, собственно, сам объем стрелки, как бы ее характеристику стрелки, расход через стрелку. Вспоминаем, что это у нас схема номер 3, в данном случае работает. Схема номер 3 говорит о том, что... А, да, извините. Действие номер 1, мы подбираем стрелку, применяем правила максимальных расходов. То есть, мы видим, что у котлов расход через котлы 4,8 куба, а через употребителей общий расход 12,6 куба. По правилу большего расхода мы говорим, что мы подбираем стрелку, исходя из 12,6 куба. У Калефи ближайшая стрелка с этими характеристиками, это ДН-65. ДН-65 у Калефи создает 18 кубов. Вот как раз мы ее... Стрелка вся подбирается в плюс. Нельзя ставить стрелку меньшего расхода, только в плюс. Самая лучшая стрелка – это буферная емкость. То есть, вот, чем больше стрелка, тем лучше. Но мы, опять же, говорим о целесообразности. Вот для этого ситуации нас вполне устроит стрелка ДН-65, 18 кубовая. До этого там есть 9-кубовая стрелка ДН-50, а она нас уже не устроит, так как 12 больше. Итак, значит, мы подобрали, что нам нужна вот эта стрелка ДН-65. Теперь посмотрим по температурам со всех сторон стрелки. Ну, понятно, что Т1, входная температура стрелки 80 градусов. Так как это третья схема, а мы помним, что у третьей схемы, свойство этой третьей схемы в том, что у нас одинаковая обратка в системе, то нам достаточно найти Т2, допустим, и тут же узнаем Т4. То есть, эти две температуры одинаковые. Как мы найдем Т2? Ну, очень просто, исходя из нашей формулы, которую мы только что посмотрели. Дельта Т – это 0,86, умноженная на мощность и разделенная на расход. И мы получим вот это вот Дельта Т со стороны котлового контура. С одним днем, то, что в качестве мощности мы не используем мощность котлов, потому что эта мощность котлов – это мощность взятая из паспорта. А реальная наша система работает с мощностью 8,9,5. То есть, понимаете, что котлы не могут работать с мощностью 94, потому что система отбирает всего 8,9. Поэтому и котлы включаются, выключаются, какая-то у них внутренняя есть автоматика, которая приводит эти котлы в состояние мощности 8,9,5 киловатт. Понятно, да? То есть, мы не учитываем вот эту киловаттность, а учитываем именно мощность, собственно, системы. Поэтому 8,9 делим на расход через котлы 4,8 и получаем, что наша температура Дельта Т составляет 16 градусов Цельсия. То есть, у нас 80 – подача, Дельта Т – 16, у нас обратка 64 градуса. Соответственно, у нас обратка у потребителей тоже 64 градуса. Также мы несложно находим Дельта Т по той же самой формуле. Теперь мы уже Дельта Т находим как 89,5 мышц системы делим на 12,66 на расход через систему. И получаем, что Дельта Т со стороны потребителей составляет 6 градусов. И получается, что 64 плюс 6, наша температура подачи к потребителям Т3 составляет 70 градусов Цельсия. То есть, вот что мы получили. В итоге, потом можете пересмотреть, если что-то не уловили быстро. Вот, вот ответ на нашу задачку. При таких дано, мы устанавливаем стрелку 65, ДЭН-65 с пропской способностью 18 кубов. И у нас получается, что со стороны потребителей у нас упала температура теплоносителя. Сразу возникает вопрос, насколько это плохо и чем это грозит. В принципе, мы специально разбираем эту третью схему, потому что вот эта третья схема с более мощными насосами после стрелки у потребителей, это такая единственная схема, у которой есть оговорки при использовании стрелки. В других случаях, ни в первом, ни во второй, никогда оговорок не бывает. Поэтому там стрелка это всегда хорошо и никаких, скажем так, не проблем, скажем так, а нюансов стрелка учитывать не надо. Но вот именно в схеме номер 3, когда у нас больше всего потребители и в самой популярной схеме, опять же повторю, что это самая популярная схема есть, нюансы, которые надо учитывать для использования. Что это за нюансы? Падение подачи. К чему приводит? Ну, ни в коем случае не к потере мощности системы. Просто иногда люди пугаются, когда видят, что разные температуры с двух разных стрелок, они говорят, как же так, систему не греет. На самом деле, как было 89 киловатт, так и осталось уже 9 киловатт. Вы добрали мощность циркуляции, то есть да, у вас дельта-Т упала, у вас как бы верхняя температура подачи упала, но за счет намного большей циркуляции внутри этого контра вы получили точно такую же мощность всей системы. Вы не потеряли ни одной калории мощности. Но есть минусы в каком плане? План, ну, первый момент, конечно, вентиляция. Когда, если вдруг в вашей системе, у вас не самая бытовая система, скажем так, какая-то полупромышленная или большой дом какой-то, и где есть понятие приточной вентиляции, у вентиляции всегда есть требование, дай нам максимальную температуру теплоносителя, в данном случае 8 градусов. Где мы ее возьмем? Ну, вот в этом как раз таки, что касается строгой вентиляции, наверное, единственное место, где мы гарантированно возьмем 8 градусов, это со стороны котла. То есть нам ничто не мешает, скажем так, а врезать вентиляцию вот в этой части, извините, вот в этой части врезать вентиляцию, то есть до стрелки, тогда мы гарантированно будем получать в вентиляцию 8 градусов. Второй момент связан с радиаторами. Я уже как бы сейчас оговаривался по поводу теплового потока радиаторов. Дело в том, что тепловой поток радиаторов зависит не только от Дельта-Т, а и от температуры подачи. То есть вот эта температура подачи, когда мы видим, что мы думали, что у нас в радиаторах будет 80, а на самом деле к нам в радиаторы пришло 70. И вот это, скажем так, мы рассчитывали под 80, под эти радиаторы. И при 70 у нас радиаторы начинают работать хуже, потому что тепловой поток в них падает, и мощность радиаторов падает. Вот поэтому всегда надо, так как 80, вы можете говорить, включить на котле, а какая температура вот здесь будет, опять же вот это падение в 10 градусов, вы видите, что это в крайне таком случае частном, в очень специально усиленном, чтобы вы видели, что это может быть целых 10 градусов. Вот. И это будет чувствительное падение теплового напора в радиатор. Поэтому вы всегда при установке стрелки, надо учитывать это и устанавливать радиаторы большего типоразмера. То есть вы планировали метровый, поставьте метр 20, планировали 510 секций, поставьте 12 секций. То есть всегда надо иметь запас у радиаторов по этому типоразмеру, чтобы в случае падения этого температуры после стрелки у вас мощность радиаторов не упала ниже задом. Еще раз повторю, что вот эта ситуация, она частная, вот в этой же самой ситуации, как только у вас включатся, какие-то из котлов включатся, выключатся, у вас тут же вся эта картина поменяется. Какие-то контура здесь включатся, выключатся, тут же у вас появится схема номер 2, и у вас тут после стрелки пойдет градусов 90, и у вас уже этих проблем не будет, о которых мы сейчас говорили. И так далее. То есть это живая схема, схема, которая постоянно живет, постоянно меняется, и в принципе эти схемы, если бы у нас сейчас был с вами живой семинар, тут у нас есть слушатели из Дальнего Востока, из Крыма, где уже много этих семинаров прошло, я не знаю, что мы очень подробно избираем эти случаи. Мы моделируем ситуацию с включающими или выключающимися насосами, моделируем ситуацию с падением или ростом вот этой мощности, вы же понимаете, что эта мощность, она мощность потребительная, она переменная, то есть у вас это максимально, когда на улице холодно, минус 25, когда на улице потеплело, тут же эта мощность падает, потому что эта мощность фактически теплопотеря в вашем помещении. И мы, соответственно, моделируем эти системы, как ведет себя стрелка, когда у вас теплеет на улице или холодает на улице. То есть вот эти все моменты мы очень-очень подробно разбираем, но, к сожалению, формат вебинара этого не позволяет делать. И я поэтому привел вам только одну, самую, скажем так, яркую, самый показательный пример. Если кому-то хочется знать больше, но как-то надо с нами связываться и как бы уже проводить с вами прямые семинары, чтобы очень подробно разбирать весь этот принцип. В принципе, точно так же, как мы дальше не будем разбирать понятие американских системы, потому что в живых семинарах мы тоже очень подробно разбираем эту американскую схему и плюсы-минусы в первичных и вторичных конторах. Все-таки хотелось бы останавливаться еще на двух нюансах, хоть мы не подробно это разбираем, но есть нюансы, которые очень хочется восстановиться. И эта ситуация связана с применением настенных котлов, конденсатных котлов, когда часто люди пытаются подключить этот настенный котел и непосредственно к нагреву теплых полов. Опять же, к этому есть все предпосылки, потому что у вас конденсатный котел всегда вообще работает на низкой температуре, а теплый пол – низкотепературная система отопления, то есть как бы сходится, и можно с удовольствием этого использовать. Или это настенные котлы традиционные, но вы знаете, что сейчас во многих газовых котлах есть прям режим теплой пол. То есть обычный настенный котел переводится в режим низкотемпературного нагрева. Настенный котел. И вот тут опять же без геористического разделителя не обойтись. Почему? Потому что если вы это сделаете напрямую, то вы получите серьезные проблемы, а с теплой полой работать не будет правильно. Почему? Потому что эти два устройства, теплые полы и котлы, требуют разных расходов. Идет не согласовывание расходов. Почему? Допустим, у вас есть котел на стене, висит 30 кВт. Дельта-Т для котла 20, и если он уже встроен, вы увидите, что встроенный насос будет или 1,3 куба, или больше. То есть, грубо говоря, от 1,5 до 2 кубов будет строен насос в этот котел. Если мы говорим про теплые полы, естественно, теплые полы тоже 30 кВт потребляют, то мы обязаны обеспечить внутри теплых полов дельта-Т 5 градусов. Соответственно, мы обязаны в теплые полы поставить 5-кубовый насос. Не 1,5-2 куба котла, а 5 кубов. Тут же возникает вопрос, ну, что будет, если мы просто котловой насос запустим в теплые полы? Ничего хорошего не будет, ваши теплые полы станут полосатыми. То есть, у вас будет большой дельта-Т у теплого пола, будет достигать 15-20 градусов, и, соответственно, будет крайне комфортно человеку ходить, он будет чувствовать полосатый пол. Это плохо. А если вы все-таки каким-то образом, ну, умозлительно скажем так, теоретически уберете котловой насос и будете через котел прогонять 5 кубов, то есть, оставите один насос, но по требованиям теплого пола. Понятно, мы тут же возвращаемся к нашему началу лекции, говорим про вот этот проблемный котловой контур, что узкие котлы не любят увеличенный расход через себя, тут же возникает сопротивление через котел, и котел у вас перестает адекватно работать, выходит перегрев, выходит о варе. Поэтому котлу нужно строго свои полтора куба, по тепловому полу нужно 5 кубов. Естественно, их совместить, их с собой поженить можно только с помощью гидрического разделителя. Это вот одна ситуация, о которой хотелось бы проговорить. Вторая ситуация. Опять же, когда идет совмещение высокотемпературного котла, стандартного, скажем так, у нас газового, дизельного котла, напольного котла, как правило, и теплых полов. Но тут всем уже понятно, что теплые полы это низкотемпературные, мы всегда ставим смесительные узлы на входе в теплые полы, мы добиваемся снижения температуры на входе в теплый пол, и мы понимаем, что всегда из теплых полов обратка из теплых полов летит прямо в наш высокотемпературный котел. И мы получаем тут же гидроудар, холодный удар, лопанью секции, течь конденсата и так далее, и так далее. То есть, получаем кучу проблем. Естественно, у нас, мы знаем, что есть много способов борьбы с холодной обраткой. Мы можем сюда поставить тест-клапан, мы можем поставить сюда антиконденсаторный насос, но опять же, очень красиво, очень корректно поставить сюда в качестве вот этого конденсатного устройства, защиты конденсатора, поставить гидрический разделитель. Когда мы его сюда ставим, соответственно, у нас тут же вот этим, еще раз повторяю, правильно подобранным насосом, вот эта фраза, я не устану еще это повторять, что залог успеха стрелки и котла это правильно подобранный котловой насос. Мы сами поделили котел 30 киловатт, поделили на умножить на 0,8,6 и поделили на ДТТ, 20 и получили, что насос нам нужен 1,3, и поставив такой насос в котловой контур, мы гарантируем, что наша температура обратки никогда не понизится до нижней 60 градусов. То есть, мы это задали, и мы это гарантируем. И, соответственно, в этой ситуации тут же выразнивалась система, у нас низкотемпературный контур остался по своей же системе жить, вот, а, соответственно, котел живет по своей схеме. То есть, абсолютно, еще отстроен, независимые контура получаются уже не по гидравлике, а уже даже и по теплотехнике, то есть, даже по температуре они становятся независимыми. То есть, вы видите, у котла режим 80-60, а у теплового пола режим 50-45. Итак, суммируя общие слова про стрелку, что хочется сказать, что, во-первых, гирический отделитель в первую очередь решает проблему интерференции. В первую очередь это борьба с конфликтом насосов, с помехами насосов друг от друга, и, соответственно, вот еще раз повторяю, обеспечение всей системе полноценной работой насосов, полноценной стопроцентной эффективности работы системы. И потому, что работа насоса работает на стопроцентную мощность, соответственно, полноценная эффективность обеспечивает нашу систему теплоносителя. Второй момент. Стрелка очень полезна тогда, когда у вас встречаются два конфликтных контура, котловой и там у потребителей, с разными расходами. Допустим, узкий котел с теплым полом. Абсолютно разные требования к расходам, соответственно, чтобы сопрягать эти два контура, проще всего поставить стрелку. Дальше, точно так же, когда у нас есть температурный перекос, высокотемпературный производитель тепла, низкотемпературный потребитель, тоже стрелка идеально выполнить эту задачу. Четвертых, еще раз повторю, итальянское название гидрический разделитель, что установка гидрический разделитель обеспечивает нам абсолютную независимость всех контуров в качестве проектирования, в монтаже, в эксплуатации, в ответственности. То есть, если у вас, допустим, вы пришли на объект какой-то в качестве субподрядчика, и вы делаете, допустим, только систему теплых полов, вы можете полностью аккуратно, хорошо, грамотно сделать систему теплых полов, вам говорят, но мы еще не знаем, кто будет делать котельную, мы еще не знаем, кто будет делать радиаторы. Вы ставите перетеплой полами гидрический разделитель, и все. И вас абсолютно не интересует, что там накосячат остальные подрядчики. Или наоборот, когда вы ставите котельную, вам говорят, что внутри анкудом будут делать другие люди. И что они там будут делать, тоже еще неизвестно. Сделать она только котельную. Не проблема, вы ставите котельную, вы обязываете ее по своему алгоритму, по своим требованиям, ставите на выходе стрелку из котельной гидрострелку, и все. И больше вас не интересует, что происходит там. Они никак не навредят вам, и вы, соответственно, всегда будете спокойны в этой системе. И пятое замечание как раз-таки касательно именно котлов, конкретно котлов. При правильно подобранном котловом насосе, еще раз повторяю. Если вы сделали котельную все правильно, поставили котел насос правильный и стрелку, вы обеспечили абсолютно тепличную, абсолютно идеальную работу котла. У вас котел имеет постоянно заданный расход, заданный производителем расход, и плюс у вас котел имеет заданную дельта Т, соответственно, никогда не будет конденсата, никогда не будет тепловых каких-то нагрузок, тепловых перекосов внутри котла. Ваш котел долго прослужит, надежно прослужит, не будет ломаться, не будет выходить в аварию и так далее. То есть долговечность котла, срок службы котла значительно увеличивается при наличии генерического разделителя перед ним, то есть выделение отдельного контура от другой системы отопления. Теперь переходим к коммерческой части и немного расскажу про те стрелки, которые есть у Калефи, про их модельный ряд. У Калефи, соответственно, стрелки только стальные бывают, бывают стрелки подрезьбовые, вот они, резьбовая стрелка бывает от 1 дюйма до 2 дюймов, подсоединение, а нам-то важна кубатура, соответственно, кубатура там, по-моему, от 2 до 9 кубов для этих стрелок. У этих стрелок всегда есть вот эта сетка из решетки из нержавейки. Ну, я не знаю, обидно или нет, давайте я попробую поднести вам, вдруг вы случайно это увидите, какие там размеры, сечения внутри этой стрелки. Еще раз повторяю, что она из нержавейки, у нее вот такого размера решетка забиться, засориться, она не может, прожарить она не может. То есть, там она сделана все грамотно. Кроме того, соответственно, так как у нас сверху дейратор, то обязательно стоит воздухотворчик, причем дорогая серия Волкал. Внизу стоит сливной кран, потому что вот это выполняет роль дуэшформации. Обязательно есть теплоизоляция в маленьких расстрелках, до 2 дюймов всегда есть изоляция. Если мы говорим про стрелки большого диаметра, фланцевые, то они бывают от ДН-50 до ДН-300. И, соответственно, расходы у них от 9 кубов, извиняюсь, значит, резьбовые были от 2,5 кубов до 8,5 и большие от 9 до 420 метров кубов. В наличии они у нас на складе есть от дюйма до ДН-100, причем фланцевые, если маленькие, они в теплоизоляцию идут все, то остальные у нас есть до ДН-100, как в теплоизоляции, так и без теплоизоляции. 50, 65, 80, 100, 70. Естественно, под заказ мы возим любые. Да, и сейчас наличие у нас до сих пор есть ДН-200 стрелка, но если кто-то был на наших стендах на Акватере, мы видели ее, мы ее специально возим на выставке на сайте, такое солидное, красивое устройство, привлекающее внимание, сейчас она лежит, стоит на складе, при желании ради того может ее приобрести. Следующая модель, которая есть у Калефи, это так называемые СЭП-4, устройство 4 в 1, устройство, которое в себе совмещает стопроцентную эффективность стрелки, деэратора, дешламатора и магнитного фильтра, то есть вот это устройство 4 в 1, СЭП-4. Как оно выглядит? Соответственно, ну это его разрез, внутри у этой стрелки, вы видите по разрыву, что внутри у него в части деэратора, у нее стоит уже такая специализированная сетка для взбалтывания теплоносителя, для прилипания, видите, у него площадь большая в этой сетке, в отличие от стандартной стрелки, уже большая площадь прилипания, уже прилипают микропузырьки, уже микропузырьки в процессе колесенсии преобразуется в большие и поднимается наверх, то есть, опять же, послушайте, пожалуйста, вебинар про деэраторы, там все это подробно рассказано, точно так же, здесь абсолютно полноценный дешламатор, то же самое идет специализированная сетка, которая сбалтывает теплоноситель, и весь процесс турбуляция опускается вниз, осаждается, опять же, 100% полноценное устройство, и точно так же есть магнитный фильтр, который легко снимается, легко одевается, опять же, на вебинаре про деэрсламатор подробно об этом разговаривали, ну и, естественно, полноценный генетический разделитель нужного диаметра, с нужной скоростью, и так далее, и так далее, то есть, вот это устройство 4 в 1, чем оно удобно, тем, что, во-первых, оно со всех сторон разборное, всегда можно разобрать, помыть, почистить, если там какой-то ил собрал, слишком много, еще что-то там, обслужить, если у вас ломался воздухоточку, всегда можно забрать, собрать, ну, короче, абсолютно обслуживаем полноценный устройство. Еще, какие у него есть плюсы, в том, что, во-первых, они экономят место, ну, понятно, что у вас сразу 3 устройства совместилось в одно, плюс экономите количество соединений, плюс экономите деньги, потому что, в принципе, это устройство дешевле, чем все 3 отдельно. И еще у него есть одно очень интересное на самом деле функция, вот, опять же, те люди, которые были на вебинаре под экшломаторы, вы помните, что я там специально запинался на этом моменте, на этой схеме, и говорю, что давайте вот это вернемся к этому схеме отопления, тогда, когда мы будем говорить про геористические разделители. Разговор шел о том, куда же правильно ставить дешломатор. Или его правильно ставить в котловом контуре со стороны котла от гидрострелки, чтобы он защищал наш теплообменник котла, для чего, в принципе, он в первую очередь усопен. Или нам его все-таки ставить со стороны системы, тогда мы гарантируем стопроцентную очистку системы, потому что, вы понимаете, основная грязь все-таки в системе, и было бы правильно поставить его здесь. И, а может быть, на котел правильно было поставить сетчатый фильтр, потому что грязи со стороны котла немного останется, если мы соберем все грязь из системы. И вот была дилемма, куда все-таки ставить дешломатор, сюда или сюда. Так вот, если мы устанавливаем это устройство, то оказывается, что как раз-таки вот эта установка дешламатора внутри стрелки является идеальной установкой для, собственно, грязького разделителя. То есть, в смысле, для дешламатора внутри грязького разделителя. То есть, вы понимаете, что как только мы его установили внутрь, то мы сразу и 100% очищаем всю систему отопления, и 100% защищаем теплообменник котла. То есть, сразу убили всех зайцев, установив дешламатор внутрь грязького разделителя. Чем еще вот очень удобно вот это устройство. Соответственно, опять же, вся линейка этих устройств, они бывают от дюйм до 2 дюймов у нас есть в наличии. Если оно вам понравилось, всегда идет в теплоизоляции, всегда идет с накидными гайками, ну, как, в принципе, простой грязький разделитель. То есть, полностью абсолютно комплектный устройство. Если интересно, обращайтесь. И последнее замечание, которое, последний вид гидравлического разделителя, который есть у Калехи, ну, опять же, извините, не последний вид, просто сейчас идет очевидное расширение у Калехи, и когда будет следующий вебинар, у нас, когда начнется семинар, я вам расскажу новую модель гидравлических разделителей, Калехи. Но, и, ну, давайте, не будем забегать вперед, дождем следующего вебинара. А все-таки классика, скажем так, Калехи, это так называемый СЭПКОЛ. Что это такое? Это совмещенное устройство, в котором есть и гидравлический разделитель, и котловой коллектор. То есть у нас, если мы сейчас снимем теплоизоляцию, то вы видите, здесь нарисована сама схема. Вот эта схема, то есть у нас вот в этой части находится камера, в этой камере идет циркуляция котлового контура, здесь есть подвоздухотводчик, ну, какую-то функцию для того, что можно поставить воздухотводчик, можно поставить вот сюда сливной крат, можно вот сюда вставить, потом вам покажу, вставить магнитный стержень, и тогда он будет еще и функцию дешламатора исполнять, сюда есть вставка магнитная, вниз можно поставить. Эти контура подготовлены для установки смесительных узлов, которые городские будут настройщик вебинаре. Ну, такие гайки в комплекте идут, установка, то есть вы можете установить вот такая гайка, все они в комплекте, и вы уже на эти гайки с межуцевым расстоянием 125, вы ставите уже смесительные узлы сюда, только какие вам нужны. Они бывают, вот эта самая компактная модель 559-221, она рассчитана под два контура быстрого монтажа, плюс сюда можно повесить отдельно насос, допустим, для бойлера. Можете здесь подключить подпитку, можете подключить разрешительный бак, но просто два вспомогательных отсреживания на выходе, которые можно использовать в разных целях. Но под насосной группы два выхода. И есть более объемные устройства, но опять же обречающие компактным, требованиям компактности, это на четыре выхода. Соответственно, вот два выхода вверх, два выхода вниз версия, и три вывода вверх, два отвода вниз. Один отвод вниз. Соответственно, три вверх, один вниз. Это опять же четыре выхода. Есть понятие условное вверх-вниз, вы можете как угодно их переворачивать, как можно ставить, можете их хоть вертикально ставить, можете ставить слева, справа, сверху, снизу, то есть он крутится как угодно, в любом направлении у вас устанавливается. Вы не ошибетесь с платками выводными, потому что всегда на всех них есть схема, есть схема, которая указывает где вход, где выход, где подача, где оборот. Наши заказчики, которые, надеюсь, нас сейчас слушают из Владивостока, это устройство называют котельной подлестницей, потому что это проблема не только Владивостока, это проблема всей России, скажем, всего мира, проблема, когда заказчик строит себя дома, не забывает сделать себе бассейн, бильярды, я не знаю, библиотеку, но почему-то очень часто забывают делать помещение под котельную, и приходится тогда где-то какие-то места выбирать, где-то установить оборудование, соответственно, котел вешается на кухне в коридоре, а вот эти все железки, вся эта регуляция запихивается куда-то в чулан, под какую-то лестницу, рядом с пылесосом, коровцы в таких местах, в такие места, где крайне мало места для котельной, потому что вы понимаете, что вот сюда установили котловые группы, у вас уже здесь есть стрелка, у вас уже есть регулирующие узлы, и в принципе вы провели трубы к своим потребителям, к насосам, к радиаторам и все, то есть у вас вся котельная заняла место 70 на 70 сантиметров, даже метров квадратных не заняла, полностью оборудована, полноценная оборудованная без всяких оговоров котельная. Соответственно, опять же, все мы их держим в наличии на складе, это наши постоянно складские позиции. В принципе, на этом наш семинар закончен, все, что я хотел сказать сегодня, я рассказал. Еще раз повторю, что мы с вами из-за третьих семинаров, скажем так, первых пилотных семинаров, рассказали очень важную тему динамического теплоносителя. Теперь, я надеюсь, вы знаете, насколько плох воздух, насколько плоха грязь и нестыковка насосов и как от этого можно все излечить, какими правильными метами, правильными расчетами, правильными подборами все это можно искоренить, настроить и вылечить. Следующий наш семинар будет посвящен смесительным группам, как раз вот этот цепкол, это будет часть этого семинара, мы на нем подробнее остановимся. Опять же, вот если все-таки оговорка про тесные тройники про американскую систему, все-таки вас задело, вам узнать что-то больше о них, то мы к ней вернемся, когда у нас будет в дальнейшем тема про регуляцию теплых полов, там мы будем затрагивать обязательно эту тему, потому что там есть связанные вещи. Ну и так дальше наши вебинары, надеюсь, что этот семинар вам оказался полезен, что-то новое услышали, что-то может установили в памяти, что-то забыли, я вам напомнил об этом. Наши вебинары продолжаются, наши серии, гораздо неделю мы их проводим, так что милости просим. На будущие семинары спасибо за внимание, я сейчас выключаю видеозапись и готов буду отправить ответ на вопрос, если они у вас будут. Спасибо.